Киизы. Так называется полузабытый промысел многих народов Северного Кавказа. Войлочные изделия, старину необходимые предметы домашнего обихода, сегодня в цене. Работы кисловодского мастера Амина Узденова официально представляются как народные промыслы Ставропольского края. За процессом валяния наблюдала Елена Христосова. Если есть идея, можно браться за карандаши. Подготовка напоминает труд первоклассника, набивающего руку на палочках и крючочках, чтобы писать красивые ровные буквы. Художник от завитков постепенно подходит целому узору. Чем тщательно отработает рисунок на бумаге, тем он лучше получится на войлоке. Размер цвета разный подбираешь, бывает иногда месяц, два, три уходим только на дни наброски. Такие работы в технике выкраенный войлок самые сложные. Когда-то ими обязательно украшали жилища. Но вся декоративность обычно строилась на контрасте белого орнамента и черного фона. Сегодня, когда с помощью химических красителей получают цветную шерсть, фантазии мастеров нет предела. Если в старину из войлока делали коврики, мужские национальные головные уборы, то современные мастера могут изготовить элегантные шляпки, бусы, ажурные шарфики и полностью одеть модную женщину. Об изначальной старинной технологии производства киизов Амин Узденов узнал от отца. О тонкости мастерства передали учителя из известного на весь мир карачайского села Кумыш. Больше всего Амину нравится изображать на войлоке горы. Раньше это делали на земле, на полу, значит, циновка была специальная, то есть из камышов сделана на полу. Чем больше ковер, тем больше женщин созвали, значит, соседских на помощь, значит, чем больше ковер и 3-4 дня вот это катали. За огромные ковры Амин не берется и все делает на специальном столе. Процесс усовершенствован, но даже для маленького войлочного панно все равно нужна большая сила. В ней заключено качество готового изделия. Повторив операцию несколько раз, можно взглянуть на результат. Или брус в ярких красках заката получился. Елена Христосова, Денис Ковалев, Вести, Ставропольский край.